Телекомпания ВИД представляет Семей дирижера Владимира Ивановича Федосеева Посмотрите Женечка, как-то вы играли Одно же, знаете, как По-китайски Помните? Вот так вот как-то Можно сделать, а? Это было действительно Добрый вечер, Владимир Иванович Вот из этого ссора все рождается Да Ну немножко о вас сначала, хорошо? Но я сначала должен поблагодарить вас за приглашение Я ведь уже почти забыл дорогу В это здание Мы проложим вам дорогу в это здание Владимир Федосеев Владимир Федосеев, 65 лет Народный артист СССР Родился в Ленинграде В семье инженера и домохозяйки В военные годы Игрушкой для него был аккордеон отца Начальное музыкальное образование Получил в Ленинградской музыкальной школе Имени Мусоргского В 57-м окончил Гнесинский институт в Москве Через два года его назначили руководителем Оркестра русских народных инструментов Московского радио В 74-го главный дирижер И художественный руководитель Большого симфонического оркестра Имени Чайковского Выступал в самых престижных залах Вены Берлина, Токио, Парижа, Нью-Йорка Лондона, Цюриха Женат уже 27 лет Солидарен с философом Ильиным в том, что главное в человеке Любовь, надежда и ответственность Любит рыбалку, живописи, джаз Личное кредо Честно служить своей профессии Еще раз добрый вечер Очень хорошо Приятно о себе такое слушать Приятно, да Начну, может быть, странно для вас Владимир Иванович Вам нравится фамилия Нейгаус? Очень нравится Гаук? Очень нравится Стравинский? Тоже нравится А Федосеев? Ну, Федосеев меньше нравится Потому что Эта фамилия такая Ну, как бы сказать От слова Эта фамилия происходит от слова Федос Знаете, когда вот в русских деревнях Клички такие И вот говорили Федос или Федот И вот моя фамилия Как раз произошла от слова Федос И меня иногда сейчас зовут Федос в оркестре Так, но не официально, а так подпольно Я знаю, что меня называют Федос Вот с такой фамилией На том поприще, которое вы себе избрали Легко ли было вам? По-моему Было не то, что легко Так тяжело, что я думаю, что не дай бог Другому так попасть в такой вот ситуации Но Цех все-таки тяжело вас принимал Принимал очень тяжело Вы трижды поступали в аспирантуру Правильно совершенно Вы все знаете Но не все, нет, не все Трижды правильно, да При покойном Свешникове Который всячески старался мне помочь Кто вас назвал балалайшником? Ну вы знаете, я, во-первых, не балалайшник Я вот Я знаю человека Я знаю фамилию этого человека Который вас Уезжая из страны Возможно В сердцах Но тем не менее Ну я думаю, что Либо это был Ростропович Либо это был Не будем говорить Нет, не будем Но кто-то назвал Да, кто-то вас назвал Давно вас перестали называть В связи с чем вас называли балалайшником? Потому что я 15 лет руководил Русским народным оркестром Чему я очень счастлив И это мне очень много дало Для моей сегодняшней службы профессии А как вы стали главным дирижером Большого симфонического оркестра? Ну ведь главными дирижерами По своему желанию не становятся Как правило Но вы хотели им стать? Я хотел внутри себя Все время лелеял эту мысль Не то, что главным дирижером Я просто хотел дирижером Для этого я учился Для этого я карабкался Три раза в аспирантуру И в конце концов я поступил туда И учился долго Моя учеба длилась, по-моему, лет 13 Долгий А когда вы были ребенком Вот знаете, моя мама вспоминает Что я под радио дирижировал в люльке Да А я дирижировал под уличный оркестр духовой Я выбегал Потому что в ту пору в Ленинграде Много было оркестров По улице когда Я бежал и вставал в хвост И тоже дирижировал И вот с тех пор у меня закралось И родители мои увидели, что у меня что-то Хотя они сами не музыканты Отец был любитель только Играл на баяне Вот и все Скажите, дирижер Это руководитель? Или это все-таки исполнитель? Он музыкант? Он играет? Есть два дирижера Художественный руководитель И главный дирижер И есть гостевой дирижер В этом есть большая разница Главный дирижер Он и есть руководитель Он и есть отец Он и есть и брат Я говорю о профессии дирижера Дирижер это музыкант, который играет оркестром? Да Или это руководитель музыкантов? Большая разница Это и то и другое Он должен руководить Он должен знать каждого музыканта Он должен иметь уважение к себе Он должен знать, как живут музыканты Настоящий руководитель Он должен знать душу каждого музыканта И его возможности А что вам приносит больше удовлетворения? Музыка в каком виде? Вот вы садитесь за фортепиано и играете Или вы становитесь за пульт Берете палочку и играете музыкантами Играю музыкантами, да Потому что достаточно 10 пальцев И я могу на фортепиано сыграть 10 пальцев Но 10 пальцев недостаточно для 100 человек оркестра Значит здесь я применяю уже все свои возможные То, что мне богом отпущено Секунду, я вас останавливаю Очень хороший момент То, что богом отпущено Смотрим, что отпущено богом Я помню, он играл, наверное Пожуйте так В нос так немножечко Но сейчас Леня нам изобразит Пожалуйста, китайский пошел Вы подпеваете во время репетиций? Виктор Владимирович? Да, немножко да Есть звук А это что такое? Это какое-то ворчание какое-то? Ну это такое, знаете, да Это как бы выражение внутренней сущности Это я вынимаю характер, так сказать От музыканта Стараюсь больше по-китайски это исполнить А вы знаете, что это на самом деле Вот это визуализация музыки пластическими средствами Конечно, да, конечно Ой, что это? Это я, это я Это у меня есть такой Это не только мой недостаток У многих дирижеров есть рычание такое Ну а это на репетиции возможно Конечно, на репетиции это возможно На концерте это возможно Как смешно Вы видели, как репетируют Тосканини? Видел, да Видели? Видел, да У меня есть Что это такое? Это диктатор стоит с палкой Которую может бросить в музыканта А то и снять ботинок Совершенный был человек Не терпевший никаких, так сказать, возражений Это правда, что он иногда в ярости срывал часы Разбивал свои часы? Да, да, и палкой бросал Да, кричал Как оркестр терпит такое отношение? Вы знаете, если дирижер такой, имеющий авторитет, как Тосканини Музыканты терпят Он стоит за пультом И они знают, что он гениальный Во всяком случае Тосканини был таким А что, разве можно муштровать музыкантов? Это разные Муштровать или требовать Это разные вещи Можно муштровать несколько дней Можно требовать один день И результат будет тот же самый Можно заниматься муштровкой, что, с моей точки зрения, плохо А в вашем арсенале кнуты и пряники в каком виде они? У меня только пряники Только пряники? Да, кнутов у меня нет У меня есть серьезный спрос Уважение к музыканту Любовь И через вот эти качества Я пытаюсь взять у музыканта Все, что у него возможно Он даже не подразумевает В прошлом году Австрийская республика Наградила вас Вот Большим серебряным крестом За заслуги Перед Австрийской республикой Перед республикой Скажите, пожалуйста А наша родина Не забыла? Нет Своего музыканта? Нет Конечно, я никак не обижен Нашей родиной И счастлив И даже в это время Я сейчас год назад Получил орден За служение Отечеству Но я, правда, его еще не получил на руки Но уже награжденным И я благодарен Нашему правительству За эту награду Единственное, что мне Так сказать, абсурдно Если меня награждают За вклад в нашу культуру То как-то нужно и помогать Помощи я пока не вижу Давайте сравним ситуацию Вы уже год Руководите Большим Венским симфоническим оркестром Венским симфоническим оркестром Так он называется Он тоже большой Да, он большой Даже больше Он полный 130 человек У меня здесь 120 Да Давайте сравним ситуацию Один и тот же Главный дирижер Да? Да То есть исходный Одинаковый Казалось бы да А вот по результатам Ну, результаты, конечно Есть разные Потому что Во-первых, разные школы Есть Венская школа Так она и называется Школа Венская В чем она? Во-первых, в струнных инструментах Игра на скрипке Школа струнная Она отличается от русской школы Вообще, русская школа Для струнного оркестра Струнных Считается одной из лучших Одной из лучших И сильных школ То есть ей пользуются Давайте для зрителей Может быть, объясним для зрителей В чем разница характера звука? Сейчас скажу Значит, русская школа Это глубина Глубокий звук Обвораживающий совершенно Звук теплый Привлекающий То есть разговаривающий С сослушателем Венский звук Легкий такой, знаете Танцевальный звук Поверхный Да, поверхный Толкающий Как-то на репетиции Вы обронили выражение Оно для вас характерно Нота должна быть отвибрирована Да, вот это и есть так сказать Это русская школа Нет, ну там тоже вибрации Смотря какая вибрация Есть разные вибрации Глубокая, частая, редкая Здесь, знаете Трудно сказать Эта школа ведь очень древняя В России Она идет давно Поэтому вибрации везде Без вибрации вообще никто не играет Это раньше При бахе играли без вибраций Так что вибрации везде есть Но вот именно такая легкость Не обращение на глубину На какие-то чувства сильные Потрясения В самом звуке Вот здесь русские музыканты Или русская школа Отличается от венской школы А много у вас в Вене русских музыкантов? Ни одного Оп Если вы говорите, что русская школа лучше Почему вы не привлекаете в венский оркестр лучших музыкантов? Но они стараются обойтись австрийцами Или бывшими австро-венгерской империи Допустим, в Венгрии и есть Хорошо Теперь о музыкантах Часто ли музыканты оркестра ошибаются на концерте? Ну, бывает, конечно Ведь это живое дело И бывает Иногда человек не очень здоров Особенно духовые инструменты, медные Такие... Все возможно Это фиаско для дирижера Во всяком случае Это на какое-то мгновение Нарушает у дирижера Состояние сразу Как бы сбивается Он какое-то несколько мгновений Не может продолжать Регулировать свою идею Как бы И не только он Но и вокруг сидящий Тоже как цепная реакция Иногда потеряют смысл То есть игра продолжается Остановки нет Но это встречается, слава богу, не часто И в хороших оркестрах Вообще редко Владимир Иванович, у нас есть звонки Давайте дадим возможность зрителям С вами пообщаться немножко Слушаем вас Меня зовут Роман Я из Москвы Здравствуйте Владимир Иванович, скажите, пожалуйста Как вы относитесь К переводению известных эстрадных мелодий На симфонический оркестр Да, часто играют Битлз Я очень хорошо к этому отношусь Это все зависит от того, кто это сделает И чтобы это было сделано в высшей степени прекрасно И профессионально Тогда это, так сказать, может жить И может существовать Это прекрасная вещь И это один из ходов Один из путей Привлечения людей Которые не любят Или не понимают Симфоническую музыку Приход к симфоническому оркестру Вот тут мы перейдем к тому О чем вы хотели поговорить Мы с вами это обсудили Да, вот Ваша роль Роль вашего оркестра Вообще роль симфонической музыки В сохранении культуры Вы хотели поговорить О русской культуре Да, конечно Но я не только хотел поговорить О музыкальной культуре Я имею в виду общую культуру Литературу, живопись И ведь мы сейчас Так сказать Время у нас сложное Но я счастлив тем Что я живу вот в этом Островке русской культуры Где существуют одновременно Такие композиторы, как Сверидов Такие писатели, как Белов Такие писатели, как Распутин Такой режиссер, как Петр Фоменко Вот я счастлив от этого Что я существую Такой оркестр, как мой оркестр Или наш оркестр Это не мой, не собственный Это наш оркестр Которым я руковожу 24 года Это уже семья Это уже... У вас будет серебряная свадьба Серебряная свадьба, да Хорошо, я думаю, что мы можем поучаствовать Отметить ее Вы как-то посетовали, что вы давно не появлялись На телевидении Дайте подумаем, как это сделать 25 лет серьезная дата И хороший повод для этого А как вы относитесь к тому, что Вот в продолжении вопроса зрителя Когда создаются вот визуальные клипы Визуальные произведения, да Снятые на хорошую пленку Замечательными операторами Вот симфоническую музыку Я видел много такого В Англии, финны это снимают Именно симфоническую музыку? Да, да, да Вероятно, что мы еще не научились достаточно хорошо Эти клипы делать, симфонические Но вот есть идеи, бродит Москва полна идей Например, оперные партии Которые пелись бы популярными эстрадными исполнителями И наоборот Эстрадные песни, шлягеры Которые пел бы Саткилава То же самое и в музыке Как вы к этому отнесетесь? Если бы вам поступило такое предложение Я бы согласился с тем, что Оперные певцы могут петь легкую музыку Аперетту Наоборот, я не принимаю Да, но Стинг не может спеть Санта-Ричи Нет, нет Он пытался Нет, это нет Все-таки есть Каждому свое место Каждому свое место Ваша дочь выбрала Поговорим о том, что будет после нас Ваша дочь выбрала стезю инженера Ваш сын, реставратор Он занимается фресками Реставрирует церкви Во всяком случае, делал это Да И делает И делает это Вы одобрили тот и другой выбор? Я одобрил выбор сына Ну, дочери выбор Я, так сказать, просто был вне этого Я, к сожалению, так сказать Упустил тот момент У вас никогда снова не возникает желания Писать музыку? Когда-то вы наступили на голос собственной песни Запретив себе и других Любительски к этому относиться Это я сделал однажды в жизни Когда в оркестре, в народном Стали сочинять музыку Все другие музыканты И я в тот момент именно сочинил Тоже сказал Вот я могу сочинить не хуже вас И сочиняю Но я больше никогда в жизни не сочиню Потому что я не рожден сочинителем Поэтому я как бы прекратил Дальнейшее сочинительство от музыкантов Я это сделал только специально Понятно Сколько у нас до конца эфира? Правда, 30 секунд Жалко Ну, давайте У нас есть лозунг Лучше один раз увидеть В этом случае лучше один раз услышать Дадим хотя бы немного музыки Я напоминаю, это был час пик Для замечательного музыканта Дирижера Владимира Ивановича Федосеева Я благодарю вас за то, что вы пришли Желаю вам хорошо встретить Новый год Хорошего настроения И, как в этом случае Говорят, творческих успехов Счастья вам в вашей передаче А всем зрителям хорошего настроения Счастливо Смотрите наши программы Смотрите ОРТ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok